Вопрос такой, Андрей Николаевич, исследовали ли вы или разбирали в своих книгах эти тоже нашумевшие истории по поводу убийства в Катыни, это под Смоленском, Медное, это в Тверской области, и еще был такой концлагерь в Пятиханках, под Харьковом. Спасибо. Да, я касаюсь тоже этой проблемы, я ей занимался довольно много. Также был такой исследователь Сергей Стрыгин, ныне покойный, царство ему небесное, был очень человек такой кропотливый, который копался и в архивах. По сути дела все началось, когда я был в Думе, он ко мне пришел и сказал, вот надо как-то помочь разобраться с этим вопросом, давайте там напишем в архивы, во всякие инстанции, где можно было почерпнуть информацию дополнительную. И мы с ним стали писать запросы, получать где-то отказы, где-то уклончивые ответы, где-то какие-то крупицы правды. Довольно долго мы с ним работали, потом мои депутатские полномочия закончились, и Стрыгин стал работать с Илюхиным. И работали они вместе, можно сказать, до смерти. До смерти Илюхина внезапно я тоже к ним присоединился, я приходил тоже, участвовал в их конференциях или семинарах. Вот там тоже, кстати, о фальсификации говорилось. Это, конечно, был уникальный момент, когда оставшийся неизвестным человек принес Илюхину огромную папку с фальсифицированными документами времен войны. А одновременно еще целую коробку с штампами, печатями. Не помню, была ли там бумага тех времен, но вот, по крайней мере, штампу я видел. И здоровенную папку, наверное, листов 500 с фальсифицированными документами. Некоторые я там пролистал, и самое то, что я запомнил, это письмо, исходящее от папаши Мюллера, которого мы все знаем по фирме «Семнадцать медаль невесны». Хотя он был совершенно другой, и внешне, и внутренне совсем другой. Но, тем не менее, мы знаем, что существовал такой шеф гестапо. Вот он якобы пишет письмо Берии. Это абсолютно фальсифицированная бумажка. Там есть признаки фальсификации. И на ней эта бумага, интересно, оказалась бы у частного человека вместе с этой папкой. Он и рассказал Илюхину о том, что есть такое подразделение в определенных службах, которое занимается такого рода, или занималось такого рода фальсификацией. Может, сейчас занимается, не знаю. По Катыни две версии сталкивались. Официальная точка зрения постоянно менялась. В 43-м году немцы раскопали в Катыни могилы расстрелянных польских офицеров. Создали международную комиссию. Независимые эксперты какие-то приехали из-за рубежа, какие-то из тонцлагерей были вызваны, а потом отправлены к себе домой. И эти люди рассказывали, я тоже читал отчет одного американского офицера, который при всем этом присутствовал. И он давал отчет Конгрессу США. Он сказал, да, у меня никаких сомнений нет, что это расстреляли русские НКВДшники. Ну, по моим представлениям, даже вот то, что из этих показаний, которые еще тогда я прочитал, совершенно четко следовало, что так расстрелять НКВДшники не могли. Они просто бы сбросили людей в яму в кратическом порядке. Значит, если новые сапоги были, то их бы сняли точно. А это были, так, с немецким порядком, уложенные штабеля, трубки, голова к голове, такими плиточками, все в новой форме, в новых сапогах. Это исключено, чтобы, значит, в 1939 году, там, или в 1940 году проводились расстрелы, и кто-то вот так вот оставил бы это. Да, соседние бы раскопали, соседние бы, если бы это было так, то крестьяне бы пришли, раскопали бы могилы, и сапоги бы сняли. Вот. Другая версия, в 1944 году, когда территория была освобождена, комиссия Бурденко была создана на свое расследование, и вывод, что расстреляли немцы. Когда я этим занимался, я с большим трудом добился доступа к Катынскому делу, которое засекречено и сейчас. Ну, я тогда, пользуясь депутатскими полномочиями, попросил у генерального прокурора, спросил точнее, когда он пришел отчитываться в Думу, я спросил, а вот почему депутаты, хотя он обладает правом доступа к государственной тайне, не позволяют узнакомиться с делом. И он мне, как бы, сказал, что нет никаких проблем, пожалуйста, и тогда я пошел, это дело... Ну, это многотомие огромное. Прежде всего, я посмотрел итоговый документ главной военной прокуратуры, и я там спросил, ну, а как вы его изучали, материалы комиссии Бурденко? И мне там говорит следователь, да зачем изучать, и так ясно, что фальшивка. Ну, понимаете, вот это отношение к делу. Да и так ясно, что фальшивка. Я посмотрел итоговый документ, это полная халтура. Полная халтура. Мое убеждение, что расстреливали и те, и другие, только в разных местах. Да, а потом сменилось все. То есть сначала, да, это все расстреляли немцы, а в наши времена уже, вот сейчас, где-то 2020, где-то около этого года, уже... А нет, то есть расстреляли НКВДшники. А где-то в 2020 году... Нет, это снова переобулись, как говорится. Нет, нет, это все-таки немцы расстреляли. Ну, поскольку с Запада идет только вот одна ненависть, одна гниль, значит, немцы. Вот опять идет смена позиции для самооправдания, конечно. Я убежден, что в Катыни расстреливали и те, и другие. Может быть, в Катыни и те, и другие, а в разных отдельных местах, там, в Медном, под Смоленском, там, туда немцы не дошли, там, конечно, расстреливали только НКВДшники. Сложная ситуация, тоже никто не хочет заниматься расследованием. Эффективное расследование, которое провела главная военная прокуратура, оно снова привело к ложным выводам, которые были заказаны Кремлем. Тем же самым Кремлем, тем же самыми руководителями, которые сейчас объявляют прямо противоположно этим выводам, которые сделала тогда главная военная прокуратура. Я читал, у меня есть просто эмигрантское издание польской книги об этом. Вот, и там все очень тоже представлен документ, почему это эмигрантское издание, ну, вернее, эмигрант, поляк-эмигрант, да, вот, а издан русским эмигрантским издательством, как бы для русских, да, вот. И там, интересно, значит, подвергнуто как раз вот анализу оба эти следствия, да, и 43-й, и 44-й. Но что интересно, значит, вот это следствие 43-го, которое немецкое, да, они нашли там в основном в карманах формы, ну, не формы, да, газеты 40-го, там, 40-го, 40-го года, да, то есть конца 40-го, начало 45-го, то есть там до весны 41-го. То есть понятно, что никаких немцев там еще быть в это время не могло. Поэтому, то есть как бы вот этот артефакт, он как бы дает, ну, такое веское достаточно как бы оказание, да, того, что это все-таки как бы 43-го года, ну, вот никаких артефактов. Нет, ну, вы не правы. Во-первых, фальсификацией занимались как те, так и другие. Положить газету в карман без всяких проблем. Основной аргумент, с точки зрения, что немцы расстреляли, это аргумент использовалось при расстрелах немецкое оружие. Противники говорят, так НКВА просто закупило немецкие пистолеты, вот и поэтому расстреливали из них. Нет, они не пистолеты закупили, они патроны закупали здесь с 20-х годов. Пистолеты, ну, не знаю, я... А как, это по Рапальскому договору? А был же Рапальский договор у коммунистов? Ну, я говорю о том, что есть аргументы той стороны, одна говорит немецкое оружие, ну, может быть немецкие патроны, а другая сторона говорит, что нет. Вполне могли закупать эти патроны. Ну, могли, но... Да, ну, вот польское исследование так и считает, что это... 20 лет они хранили. Закупали эти... Нет, это с 20-х годов. Только с 20-х годов они закупали. То есть это... Но смотрите, это по 23-й год, то есть это еще 6 лет сотрудничать. Поэтому мы же об этом забываем, значит, о формировании будущего вермоса на территории оккупированной России. Дело в том, что по этому вопросу Геббельса дневники опубликованы были еще лет 10 назад. Частично переведены на русский язык. И там действительно Геббельс в ужасе пишет, что вот когда комиссия... Это уже по работе комиссии Борденко. Что вот нашли там и шпагат немецкий, с которым связаны руки пленных, нашли и пули от немецких пистолетов. И что, собственно, вся работа, которую мы провели со своей комиссией, она вся обрушилась. И, кстати, об этом пишет и Розенберг в своих предсмертных записках, которые уже в Нюргенберге он писал. Он пишет, одна Катынь нам будет стоить очень много. Поэтому немцы-то знали, что они Розенберг... Да, конечно. Розенберг